Так, чтобы мне в носу не ковыряться, я сюда линейку положу и буду телебомнить. Не, я заметил на видео, да. Давайте что-нибудь еще поиграть. Что-нибудь надо на такое, из этого никак. Ладно. Новый вариант. Бутылочка. А теперь слово передается. На вопрос отвечает Евгений Друсик. Что, поехали? Да. Так. Два, один, погнали. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте, Алексей Викторович. Как ваши дела? Прекрасно. Самочувствие отлично. Сами не кашляете? Да ничего, хорошо. Бог милого. Замечательно. О чем сегодня поговорим? На самом деле, сегодня, уважаемые зрители, мы с Алексеем Викторовичем при поддержке инженера. Инженера школы «Южный город» Александра Выскорка. Начинаем не самую маленькую серию передач по системах переноски. Так, наверное, правильно сказать? Да, о неком феномене, связанном с тем, что человеку нужно с собой носить много чего. Мы уже разбирали некоторые элементы снаряжения и правильно в отзывах, комментариях, потом нам писали, что есть еще вот это, а есть вот это, а вот это лучше, а вот то, что вы показали хуже. Это все безусловно так. Мы много раз подчеркивали мысль, что в конце концов, неважно, какой лейбл у тебя на предмете нужном, главное, что он тебе нужен сейчас, он у тебя есть. Но, но, какие бы предметы вы не выбрали, обязательно встанет вопрос, а куда все это положить? И вот этот предмет, куда я что-то кладу, называется... Как-то он называется. Как-то он называется. В разных культурах, разных народах. Современный молодежь выбрала, кстати, свою систему обозначений. Рюкзак любой конструкции и любого размера, любого назначения упорно именует портфелем. Вот, но мы будем придерживаться более привычной нам с Алексеем Викторовичем терминологии. Сегодня речь начинаем о рюкзаках. Итак, Дмитрий Геннадьевич, когда появилась необходимость человеку... Необходимость переносить в чем-то что-либо в человека появилась, безусловно, когда у него это что-либо появилось. Я так полагаю, да? То есть, когда ему стало не хватать рук. Да, вот такого огромного мамонта, да, вот, завалило. Нести так далеко, что точно надо его куда-то положить. Столько орудий понаделал, столько вещей себе нашил, что это надо куда-то сложить. Ну, а если серьезно, то, конечно, вопрос транспортировки прежде всего отсылает нас к кочевому периоду существования человечества. И если кочевники, овладевшие, приручившие животное, могли эту проблему решить как-то просто, с помощью просто баулов, мешков, то вот пешим кочевников, а таких было немало, достаточно вспомнить индейцев Северной Америки, которые кочевники, но тяговой силы у них не было. Ну, изначально, я так понимаю, все люди были пешими кочевниками. Самым первым, так сказать, в состоянии человечестве, когда человек стал человеком. Безусловно. Вот. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить про одну совершенно феноменальную находку, археологическое открытие. 1992 год. Прошу прощения, это не коронавирус. Вот. 1992 год. Южные Альпы. Человек, которого назвали... Этци. Давайте представим его реконструкцию на экране. Современные методики позволяют... Камера еще. Да. Современные методики позволяют очень точно воссоздать его облик. Был он обнаружен на высоте 3300 метров, правильно я говорю? Около того, да. В леднике. В леднике. Замерзшим, не похоронен, человек погиб по какой-то причине. Ученые до сих пор спорят, что же это были за причины. Самое интересное, что при нем был обнаружен почти полный комплект снаряжения первобытного человека. Возраст 48 лет. Для того времени это безумно много. Средняя продолжительность жизни была 30 лет. То есть это почтенный такой старец, но вы видите, достаточно крепкий. Нашли не скелет, нашли мумию, поскольку он был вмерзший в лед. Это не погребение, потому что человек лежал не в какой-то стандартной позе. Кому будет интересно, вы без труда найдете много материала на самых разных ресурсах. Когда это произошло? Это произошло примерно 5,5 тысяч лет назад. То есть это середина 4-го тысячелетия до нашей эры. Снаряжения при нем было очень много. На поясе здесь он изображен без верхней одежды, хотя у него была и медвежья шапка, была накидка плетеная, такая типа циновки. Одежда сшитая из шкур разных животных. Обувь, между прочим, подошва шкура медведя, вверх шкура оленя. На поясе плетеных ножнах, глубоких, таких как я люблю, кстати говоря, мы говорили об этом, кремневый нож, не это не посох, это заготовка лука из цельного куска тисовой древесины. На поясе пришита сумочка, мы бы сейчас это назвали носимым аварийным запасом. Все, что нужно на все случаи жизни. Перит, камень, которым высекали искру, кремень, чтобы эту искру высекать, труд, чтобы огонь разводить, минимальный запас, очевидно, каких-то лекарственных средств. Но самое интересное, что сейчас нас интересует, при нем был найден, наверное, самый древний рюкзак, который можно взять в руки. Да, во-первых, самый древний рюкзак, а во-вторых, надо сказать, что обстоятельства находки такие, что этот человек был найден вмершем в ледник, поэтому эта находка была уникальной в том плане, что сохранились его мягкие ткани, сохранилась в нетленном практически состоянии его снаряжение, рюкзак. Поэтому... То, что обычно не доходит до археологов, органика, дерево, кожа, ткань, это можно проследить, это я уж как археолог скажу, в лучшем случае по отпечаткам на глине или на грунте. В этом смысле находка, конечно, абсолютно уникальна. Да, но нас сейчас в данном случае интересует вот этот элемент снаряжения. Ну, так, переключаем. Да. На самом деле, то, что сейчас вы видите на экране, это простейший станковый рюкзак. Но сразу ли до рюкзака, вот пять тысяч лет с половиной тому назад, люди додумались именно до этого. По изображениям разных культур нам известны другие варианты переноса груза, Алексей Викторович. А, ну да, вот так. Это реконструкция рюкзака Эцеля, такой имидали этому человеку. Поместку, где его ношли. Да. Свернутая циновка, это такой плетеный, но очевидный, с тростника или камыша. Все-таки плащ, это не накидка. Стрелы, колчан со стрелами у него был, 14 штук. Вот меховая шапка из шкуры медведя. Видите, уже знакомую заготовку лука. Ну, а рюкзак выглядит вполне себе, я хочу сказать, современным, я бы сказал. Да, и вообще он, на самом деле, похож на современного туриста. Да. Вот у него как будто пенка свернута, рюкзак имеется. Хватает спальника. Кстати, возникает вопрос, в чем же помещался груз. Рядом находились несколько плетеных корзин. Очевидно, что к станку такой конструкции, либо несколько иной, могли не мешки с грузом, а просто корзины с поклажей крепиться и в таком виде уже переносились. Вот индейская, меня сейчас интересует фреска, рисунок. Лучше свернуть, там на картинках. Так, вот. Совершенно отлично от привычных рюкзаков система переноски с помощью лобного ремня. Вы видите, что здесь нет ключевых рам и лямок в привычном смысле этого слова. Груз упакован в довольно большой тюк, а переносится он с помощью широкой лямки, в которой накидывается на лоб, лобный ремень. Насколько это удобно? Ну, наверное, история ответила на этот вопрос. Лобные ремни на фабричных рюкзаках применялись вплоть до недавнего времени. В основном, это североамериканские. Но, наверное, все-таки когда-нибудь традиция. Честно, как-то, загоревшись этой идеей, пробовал я такую штуку присобачивать. Но могу сказать одно, привыкать надо. Это достаточно непривычно. Заметь, кстати, на этой картинке даже лямок нет. Ну да, я говорю, лямок как таковых нет. То есть, это просто тюк и широкий плетеный ремень, который обхватывает груз и человек удерживает его в общем-то только получается шейным отделом позвоночника. Очень специфичная вещь. Давайте другие варианты. Но, всем знакома система переноски на голове. рискну предположить, что такое могло закрепиться только в достаточно равнинной местности. Но вы прекрасно понимаете, что какого бы размера груза у тебя не было, какая-то привычка у тебя не была, один раз ты споткнешься и как бы на этом все. Но традиция переноски на голове до сих пор сохранилась. В ряде случаев эта вещь практически незаменимая. не знаю, вот как Алексей Викторович, не пробовал что-нибудь на голове носить? Когда груз достаточно большой, объемный, но не слишком тяжелый, его надо перенести на относительно небольшое расстояние. Вот в охапку нести неудобно. И если не нужно его вот так присобачить, то переноска на голове она подкупает своей оптимальной нагрузкой. Потому что разом снимается нагрузка с позвоночника. Не надо никуда наклоняться. В этом смысле нет ничего удивительного, что такой способ переноски сохранился до наших дней. Здесь вы видите подделку неизвестного времени, поэтому предлагаю в сюжет особо не цепляться. Кули. Китайские носильщики грузов кули имели в своем арсенале вот такое сооружение, которое не может не удивить своей рациональностью. Итак, вы видите фрагмент дерева цельного с отходящей веткой. Таких делалось два. Соединялись перемычками. Может быть это посох? Я вот сейчас подумал. Да, это посох, на который потом будет упираться. совершенно верно. То есть у него буква два. Буква такая. Не сомкнутая буква А. Рога ветки, которые отходят, служат опорой для плетеной корзины, в которую я могу положить что угодно. Во время погрузки посох, на который будут опираться, ставился вот таким вот образом, и станок -рюкзак оставался в вертикальном положении. Сюда можно было высыпать рис, шерсть, класть любые тюки с поклажей, которые влезут. Вы видите, объем фактически неограничен. После чего носильщик подходил, не поднимая рюкзак с земли, а просто влезал под эти лямки и опираясь на посох, вставал, ну и соответственно тогда уже передвигался. Понятно, что сама конструкция не самая легкая, но то, что древесина такая массивная, говорит о том, что груз использовался, переносился достаточно значительный. Ну, давайте к римлянам. Давайте к римлянам, да. Очень много перемещались римские солдаты. Основной род, все-таки, как ни крути, колесницы для элиты, для императоров-полководцев. Вообще, это интересный момент, потому что Римская империя это первый пример регулярной армии, которая много перемещается на длительные расстояния. Подуманная из системной логистики, откуда появились римские дороги для быстро переноски армии. Это первый системный подход, на самом деле, к перемещению войск. Безусловно. Но, классический римский легионер, а вы помните, что у них уже были специальные элементы снаряжения, мы вам показывали складные ножи римского легионера, да? Ну, а самую свою поклажу переносили как-то, не странно, не на плечах, а на посохе. Посох с крестообразным таким навершием, которому подвешиваясь в произвольном порядке. Сумка для разных мелочей, посуда, какая-то одежда, но без элементов укрытия и без дополнительного снаряжения. Оружие, ну, вот он, легендарный, пилум, дротин здесь внизу лежит, оконечник не видит, да? Вот. Меч на поясе, копья, ну, копьё вот лежит у него здесь. Вот. Насколько это удобно, сказать сложно, но мне... На самом деле, Дмитрий Геннадьевич, вот мы с вами в этом деле, надо сказать, плохо разбираемся именно в реконструкции римской армии легионеров. Вот было бы очень интересно, если бы кто-нибудь, кто в этом деле разбирается, описал бы вот эту конструкцию. Мне кажется, всё-таки, что римляне были не дураки. Какой-то есть в этом смысл. Я вот сейчас смотрю на этого дядю и понимаю, что лишняя палка в походе, которую можно использовать для чего угодно, это лишней не бывает. Лишней не бывает. Я хочу сказать, что мне римский легионер как-то ни странно напоминает главного героя мультфильма «Ёжик в тумане», который, взяв узелок с брусничным вареньем, с малиновым, вешивал его на посох, посох закидывал точно так же на плечо и двигался в гости к медвежонку. Насколько я помню. Так что, не только римский легионер, но и герои мультфильмов иногда так перемещались. Нет, безусловно, раз это было внедрено в армию, которая действовала фактически постоянно и там оттачивался любой элемент снаряжения, конечно, это имеет смысл. Тут даже вопросов нет. К тому же, что-что, реконструкция снаряжений римского легионера, этим занимались очень много людей, я хочу сказать. Это не мой профиль, мне это не очень интересно, но наработки их я видел и, конечно, такое мультфильмов не может не обратить снаряжений. кстати, вот эти ребята, видите, у него в руках вот этот портфель, который висит здесь на спине, ну, в смысле, на посохе, а здесь он в руках. И который можно переносить, смотрите, двумя способами, тремя. Можно повесить на шест, можно, взяв руку, как здесь куда-то идти, а вот эти лямки, это для того, чтобы перекидывать через плечо. Да, то есть, вот этот вот аксессуар, он допускает три варианта использования, да, три варианта переноски. То есть, когда говорят об инновационных сумках-трансформерах, то все как, почти все на свете. Все новое, забытое старое, безусловно. Я переключу, вы не ходите. Да, хорошо. Давайте так делать. Ну, давайте немножко о развитии рюкзака, уже знакомого вам, пяти с половиной тысячелетнего выживальщика Этсена, да, как его правильно назвать? Да. Что, понягу? Давайте норвежский. Ну, вот перед вами изделие девятнадцатого века. Находится оно, это подлинник, это не реконструкция, в норвежском музее леса. И вы видите, что это дальнейшее, просто чуть-чуть с другой, более продвинутой технологией, идея развития того же самого рюкзака, уже знакомого Мерцеля. Предметы разделяет пять с половиной тысяч лет. Что мы здесь видим? Каркас сделан из дощатых пластин, на которые закреплен, по сути, кожаный мешок. И в переводе как звучит название? Ну, по норвежски не скажу, но рюкзак с лямками. Не рюкзак, а мешок с лямками. И, собственно, слово рюкзак это спинной мешок. Рюкен и зак. То есть, соответственно, все очень просто. А здесь то же самое по-норвежски, не буду коверкать даже. Ничего, может возникнуть вопрос. Единственное, вот эта интересная штука, смотрите, как красиво выстругана. Красивая вещь такая здесь сделана, сделана из ясени, насколько я знаю. Очень хорошо обработана. Из очень крепкого, легкого дерева. Вот. Здесь вы видите, тут деревянные закрепки, никаких гвоздей, то есть это вставленный шип. Нет, работа на самом деле весьма и весьма достойна. Я согласен. Но, вернемся вот к чему. Для чего еще в бронзовом веке, на заре бронзового века, конструкцию рюкзака включали жесткие элементы. Они же вроде как спину тебе натирают. И носишь их с собой. и носишь их с собой дополнительный вес. На самом деле, это позволяет к раме крепить, ну, во-первых, груз любой конфигурации. Это раз. Во-вторых, это размещает груз вертикально. Он не сползает у тебя куда-то вниз. Вот. Это заметно облегчает переноску, даже если груз относительно небольшой. Вот. Но давайте понягу. На русском севере, на русском Дальнем Востоке. И не только на русском. И не только на русском. Подобные, но мы сейчас говорим, поскольку русская терминология, будем использовать отечественную, да? Да. Потому что, на самом деле, та же самая поняга, как вы увидите, с того, как она сделана, она имеет корни от рюкзака Эцеля, то есть развивается в течение всей истории человечества, начиная с каменного и бронзового века, и в разных культурах она, естественно, будет называться по-разному. Но суть ее не меняется. Причем вот это, я хочу сказать, да, это подлинный тоже предмет, но изготовленный не после того, как люди познакомились с конструкцией Эцеля, да? Ну да. Намного раньше, потому что это тоже музейный экспонат, который в музей попал, как вы понимаете, намного раньше, чем нашли рюкзак Эцеля. Что мы видим схожего? Та же самая дуга, но у Эцеля она была сделана из Орешника, здесь я не знаю. Но какие появились... Черевухи делают, из Ивы, из Ивы. Черевуха, Орешник, замечательно подойдет. Но здесь... Кстати, в интернете можете посмотреть, отлично есть видео по тому, как изготавливать понягу. Например, адвокат Егоров, он изготовил отличную понягу, отличное видео про это снял. Но вернемся к особенностям. Что такое белое? Здесь мы видим серьезное уже отличие от конструкции Эцеля, потому что здесь со спины натянуты сплошняком слои бересты. И человек спиной воспринимает не углы какого-то груза, поклажа, а ровную, гладкую, достаточно комфортную поверхность. Но вот это, я так понимаю, все-таки другое уже, да? Это другой. Это другой. Здесь мы видим элементы брезентовые. Иногда чего-то как самая простая поняга делалась, да? Слово тоже, кстати, применялось. Иногда рогулька, иногда так же поняга вызывалась. Это когда брали ветку дерева, ветку дерева, если бы так представили, которая примерно симметрично расширяется, ее, соответственно, обрезали, и получалась такая буква Л, да? Развилка. Ну, рогулька есть. Да, рогулька. Интересно, интересно. Вот здесь вот этого не видно, к сожалению, что вот в подобной конструкции здорово решался вопрос самосброса, да? Потому что когда падаешь, надо быстро снять над рюкзаком, или провалился, не дай бог, в болото или под лед, рюкзак надо очень быстро скинуть. Как в данном случае это решалось? Лямки, которые отмерялись под человека, внизу не привязывались колушку вот к этому, а колушек вставлялся в прорезь ремня. И получается, для того, чтобы скинуть рюкзак, надо было просто ремень скинуть с колушкой, рюкзак падал. И, соответственно, надевать можно было легко. Ты его, в него влез, как следует. Еще я иду на такую конструкцию, когда там сама вот эта часть, она разделялась, вставлялась в пол, в лямку, какой-то дополнительный... Стакан. Ну, не стакан, а палочка какая-то, которая контрила, получается, это все. И получалось, что она вставала, как чека, вот так. И, соответственно, поворачиваешь, она вылетает. Ну, на самом деле, здесь, да, немножко другой способ крепления показан. Но вот эта вот идея с петами, она, ну, по сути, это такой первый вариант продуманного самосброса. Вещь абсолютно нелишная. Так. Дальше. Да, дальше. Хорошо. Ну, где, кроме кочевников, необходима была продуманная система транспортировки относительно небольшого груза? Ну, безусловно, это армия. Да? Давайте Алиуту сначала покажем. А, Алиуту. И как раз пойдем потом к армии и покажем, как развивалась мысль от традиционных рюкзаков. Это не Алиуты, это Энуиты, Извиняюсь. Энуиты, да. Население Алиуты Северной Америки. С другой стороны. Да, да, да. Население Северной Америки, самый север континента, да, тоже кочевники, у которых тоже был вопрос переноски грузов. В том числе таких специфичных, как маленькие дети. Только кочевники специфические, они качуют не на тяглых животных, а на лодках или пешком. Вот, поэтому для такого груза. Вот, что у них было сделано? Вы видите тоже дощатую основу, а груз, в данном случае ребенок, не помещен куда-то, а просто получается что? Это корзина плетеная. Насколько я понимаю, все-таки, наверное, из полосок кожи. У них просто другого материала, там растительности очень мало, и дерево, в общем-то, в дефиците. Вот, и в данном случае мы видим такой уже специфичный станок, который понравился американским исследователям, и они на базе вот этого станка разработали точно такой же, но из более современных материалов. Используется точно так же. Нет, но это здесь просто, наверное, мальчик показан в качестве примера груза. Да, ну, точно так же, как и здесь. Вот. А еще, знаете, я сейчас посмотрю на это, думаю, а ведь, представляете, вот, если здесь вот эти вот доски, они же могли, допустим, использовать лыжи, например, те же самые, и собирать его из подручных материалов. Ну, я хочу сказать, мы сейчас немножко отойдем от основной темы, но вот для региона, где выбор материала ограничен, там модульность, если можно так сказать, конструкция, она вообще вызывает восхищение. Да, дерево в дефиците. Дерево, оно на вес золота было у них. Оно на вес золота, поэтому заменяли чем угодно. Например, я знаю, что полозья сани на севере часто делались из рыбы. Когда идет заготовка рыбы по осени, ее потом заматывали в рулон шкур оленей, придавали нужную форму, и она в таком виде замораживалась. Получались изогнутые полозья, чтобы они были скользкими, их поливали водой, они тут же замерзали, и всю зиму на вот таких рыбьих полозьях можно было перемещаться. Вот такой вариант суррогатных нафт. Как только наступало тепло, то, соответственно, получали еду, которую можно суррогатных нафт. Нет, там рыбой вообще-то красной кормили собак. Понятно. Люди рыбу так не привезли, кому она там нужна. Собак кормили, лососем, да. Ну и сейчас кормят. Вот. Поэтому насчет того, что можно было использовать, это тут люди понимали, как беречь дышную щепку. И давайте сейчас вернемся к вопросу о регулярных армиях и как дело снабжения мучили солдат, начиная просто с Римской империи. Начиная с Римской империи, понятно, что солдат не берет с собой 100% всего необходимого. Как только легион пришел на место, он должен построить крепость, укрепленный пункт и прочее, и прочее. И жить в нормальных казармах. Да, и жить в нормальных казармах, шатрах. Но не все это солдат носил с собой. Он носил с собой личные свои вещи. И вот здесь вы видите пример этого, что у нас? Это у нас гражданская война США, да? Да, американец. Да, это у нас американец. Один из первых разумных. Сразу скажем, почему американский ранец, ну просто это пример ранца 19-го века. Придуман специально для армии. Имеет достаточно жесткую, вы видите, даже усиленную такую вот штуку. Из особенностей вы видите сверху и снизу дополнительные ремни для крепления обмундирования. В данном случае это вот шинель. и вы обратите внимание, что ранец сидит непривычно высоко. Вот здесь вот он примерно заканчивается. Да? Вы видите, что он очень маленький по высоте. Для чего? Загадка. Загадка для детей. Для чего такой ранец? Вот подумайте, почему он сделан именно так? Вот ремни вы видите которые удерживают его на месте. Насколько мне встретились отзывы перемещаться в нем не фонтан. Вот. Он достаточно неудобный, весьма жесткий и это затрудняло перемещение. Уж тем более пользование. Поэтому, поэтому, ну что ж, давайте я. Нет, давайте Бергану сначала. Да, да, да. Поэтому, как альтернатива вот этому солдатскому, весьма сложному и не самому удобному рамцу пришла конструкция Бергана. 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 Вот это интересная история на самом деле, про то, как он продвигался в конструкцию рюкзака. По сути, в основу конструкция легла металлическая рама, там металлическая она была, и пояс, и, соответственно, вот система плечевых ремней. На вот эту раму крепился уже непосредственно сам рюкзак. Что мы видим? Ну, во-первых, это опять возврат господину Эцелеву. Да. Немножко другой формы, другой материал, но принцип тот же самый. Итак, история самого Бергана. Ну да, Берган его сделал, и очень хотел продвинуть его в армии, но вояки, они от него отказывались, от этого рюкзака им было привычнее с ранцами, и для именно тех воин, которые велись тогда, эти ранцы, они были уместны, но, в общем, поэтому Берган, он не получил успеха в том, что... в общем, эта конструкция не прижилась, и она была как бы не востребована в армии, но востребована очень сильно в развивающемся виде спорта, который называется альпинизм, и поэтому Берган, он сделал линейку гражданских рюкзаков, и они стали очень популярны, в альпийских регионах особенно, но в армии эта идея не прижилась, хотя он изначально планировал ее ввести в Альфискаль, ну, заработать кучу денег, потому что госзаказ это очень хорошо, но не прижилась, и она не приживалась вплоть до Первой мировой войны, и чуть даже позже нее, только к Второй мировой войне такие рюкзаки появились в армиях, и вот вам вопрос, опять же, возвращаясь, почему так произошло, ну, да ладно, продолжим дальше. Да. И теперь у нас что? Ну, давайте наш, тоже 19-й век, для нас 19-й век добавить. Но это можно уже не... Итак, вчера, готовясь к сегодняшним урокам, мы с Алексеем Викторовичем посетили всем известный птичий рынок, наверное, свет можно включить сейчас к экрану. Вот. И за относительно символическую стоимость приобрели для сегодняшнего урока вот такое наглядное пособие. Он же сидор, он же вещмешок, сама конструкция берет свое начало, если мне не изменяет память, 1882-й год, еще из Российской империи. Мало изменившись, перешел в Первую мировую войну, почти не изменившись, он перешел в Великую Отечественную войну, и так, не меняясь, точно такой же я получил вместе с первым комплектом обгонирования, когда меня призвали самого в армию. Вот, что мы здесь видим? Совершенно другая система подвески. До нельзя проснуть, сама конструкция, обратите внимание, по сути, просто ткань, сложенная пополам и прошитая, после чего на одну сторону пришили карман, а внизу пришили, вот единственное из подгонки, это то, что здесь есть пряжник, который позволяет регулировать длину. Сам мешок дониза простой, собирается все это дело вот так вот, отмеряется середина, делается затягивающаяся петля, набрасывается наверх, затягивается и центруется. Боковые вот эти ремни, они предназначены для подвешивания дополнительного снаряжения, но у нас чаще всего цепляли сюда ОЗК, у них специальные чехлы, один для плаща, другой для сапогов и перчаток, и вот таким вот образом сбоку можно было все это дело закрепить, но ОЗК мы сейчас сюда крепить не будем, после того, как его надеваешь, рюкзак закрепляется, чтобы он не болтался и лямки не слетали во время какого-то активного перемещения, вот в таком вот виде, висит достаточно высоко, я объясню, подгоняя рюкзак под себя, надо делать так, чтобы груз заканчивался выше поясницы, иначе ходить будет очень трудно, если он до этого уровня дойдет, то ходить это пытка, вот в таком вот виде собственно говоря, можно перемещаться, что помещалось в рюкзак, ну в рюкзак, вещмешок, котелок с посудой, были котелки, которые в чехле привешивались отдельно на пояс, но гораздо удобнее, когда он у тебя в вещмешке, перемещаться удобнее, вот, минимальный набор личных вещей, что у нас тут какая-то цифра и написано, ну обычно сюда все-таки крепили бирку с фамилией, именем, званием и частью, номером и частью, Джимилов А.М. Да, этот рюкзак когда-то принадлежал большому оригиналу, который где-то раздобыл плотскую пуговицу и вместо уставной серо-зеленой пришел сюда плотскую пуговицу, но да бог с ним, вот, набор с нитками, иголками, посудой, когда выдавался сухой паек, сухой паек, вовнутрь же помещалась плащ-палатка, очень редко мы их переносили снаружи, ну и собственно говоря, все, мыло, зубная щетка, полотенце, когда выдавались запасные портянки на длинные переходы, значит запасные портянки, ну и собственно все. Для подобных вещей, кстати говоря, вот, если обращали внимание, фильм про Великую Отечественную войну, очень часто показано, что солдаты в атаку бегут, в том числе и с вещмешком, в общем-то это не является большим преувеличением, я объясню, нет никакой гарантии, что после каких-то действий солдат вернется к тому месту, откуда начинал, даже гарантии больше скорее нет. Вот допустим, можно представить ситуацию, вот они бегут в атаку, они заняли какую-то точку, что они потом будут возвращаться из занятых окопов вражеских и каких-то мест за своими вещами? небольшой запас, в том числе и боеприпасов, и вещей, должен быть запас с собой, хотя бы на сутку. Такого объема его вполне достаточно. И надо сказать, что хотя у нас были в советской армии еще и сейчас есть, ранцы так называемые десантные с жестким проволочным каркасом, но они все-таки для более специальных подразделений. В основном используется вот этот. Ну, кстати говоря, попробуйте подумать в качестве домашнего задания, почему в нашей армии каркасные вещмешки 100% распространения не получили. Интересно будет узнать ваше мнение. Да? Да. Так. Дальше что? Гражданка? Да. А, да, кстати, Алексей Викторович сейчас, ну, давайте, Алексей Викторович, сделаем так. Я представлю два изделия, потом передам вам слово. Итак, что у меня? Давайте вот это еще покажем напоследок. Интересно. Потом сказали о ней, а не показали. Да, давайте еще немножко истории. Свет можно будет убрать. Кто помнит сказку про Машу Медведя, то капризную девочку Машу носили, переносили медведя именно в таком корме. Медведь один. Медведь один, да. Куда она пирожки положила и сама сверху залезла. Ну, наверное, это подсмотрели как раз у инуитов, которые в похожих плетеных коробах переносили детей. Но, оказывается, наши медведи, да, подсмотрели идею у инуитов. Ну, может быть, инуиты посмотрели наших и ушли туда в свое инуитство. Наверное, наверное. Вот эта система очень интересная. Это доска с лямками, а для багажа предназначена просто прикрепленная сеть. Корейская тема. Если вот это ближе к нашему региону, то вот это корейская. Подходя к современному туристическому оборудованию, позволите такое заключение, вы видите, что на протяжении почти 6 тысяч лет системы переноски, развиваясь, все-таки пришли к какому-то единому концепту, в конце концов. Идея жесткой спины, лямок, возможности крепления грузов разного размера. Эта идея волновала людей без привлечения тысячелетий. И в конце концов, в современном мире, в отсутствие широких торговых связей в советское время, так скажем аккуратно, вот в то время, когда я начинал активно ходить, у нас в ходу были вот такие вот самодельные станки. Ну, вы видите, много аналогий и со станком 5000-летней давности Эцеля, и с любыми другими понягами, но только материал здесь, это алюминиевые трубки, брались всегда трубки от раскладушек, если честно. Лямки самодельные крепились вот таким вот образом. Сейчас мы тут немножко распутаем. Отдельным дефицитом были специальные пряжки для ремня. Главное, чтобы записывалось хорошо. Рюкзак не мой, поэтому на нем не сойдется. В качестве пряжек используются либо пряжки от стародавних таких вот ремней безопасности самолетных, сейчас там другие ремни, но вот их приходилось отдельно доставать. Пряжка тоже самосброс. Сбоку видно, что можно поставить груз любой конфигурации. Сам станок очень легкий и в общем-то такой станок являлся предметом, я хочу сказать, белой зависти. Потому что альтернативой был пресловутый желудок. или колобок. Азимут. Вот этот рюкзак оболака считается продвинутым, потому что здесь можно регулировать ширину. Это считалось уже круто. Но почему желудок, у него такое прозвище не лезло, потому что он принимает форму того, что ты в него положишь. По сути, это переосмысленный, чуть-чуть более гражданский, более... Давайте его сюда положим. Да. вам вещь в мешок. Клапан имеет дополнительный карман, только он изнутри. Застегивается на привычные теперь уже трехщелевки, а вот на такие вот ремни. Кстати, очень удобные ремни. Совершенно зря... Пряжка никогда не ломается. Совершенно зря меньше и меньше используют. Да, два кольца из довольно прочной проволоки нержавеющей. Я первой своей экспедиции... Она, конечно, хуже регулируется по длине, менее удобно. Что есть, то есть. Вот. Но первой своей экспедиции с 7-го по не соврать 10-й класс я подходил вот с таким вот желудком. Слава Богу, ходить приходилось немного. В основном просто для хранения вещей. Добиться его ровного расположения на спине проблематично. Нагрузку снять с помощью пояса нельзя по причине отсутствия пояса. Его сюда зачастую самодельно пришивали. И поэтому предметом уже темно делать зависти был единственный советский санковый рюкзак фабричный под названием Ермак. Вот здесь не могу сказать, поскольку это не мой какого года выпуска. Характерное отличие это простота на которой здесь она не в плюс. Обратите внимание как прикреплены лямки. Это такая же собственно говоря петля удавка захват как на вещмешке. Лямки до нельзя простые. Пояс сюда приделывали дополнительно сами. Вот. Что так секунду да вот у нас сейчас даже отвязан я хочу сказать разкомплектованный такой попался вариант. что бросается в глаза я бы сказал. Да он сидит надежно вертикально в отличие от желудка позволяет распределять вес. Вот это свободное пространство использовалось для того чтобы сюда горизонтально но чаще всего прикручивали палатки либо что-то такое похоже. Вот. В отличие от самодельного станка здесь нельзя увеличить объем груза на станок вот на эту полку я могу положить что квадратный ящик если мне его надо с собой нести что поставить Алексей Митрович специальный транспортный да специальный транспортный мешок то есть как использовались такие рюкзаки пару к ним изготавливались транспортные мешки но современные транспортные мешки делаются вот вы видите из баннерной ткани раньше делалось просто из брезента достаточно высокие ставили иногда их два в ряд небольшие два в ряд штабелем поперёк до 4 штук да сколько вылезет и там с помощью веревки либо ленты вот такой вы видите здесь багажная лента есть вот таким вот образом всё это дело закреплялось и можно было переносить один два три четыре в этом смысле самодельная конструкция гораздо более продвинутая чем вот этот самый Ермак но вот такая система она в общем-то получила своё развитие и сейчас передавая слово Алексею Викторовичу я объясню чем я буду заниматься немножко за кадром самый простой суррогатный рюкзак я сейчас попробую это к слову о том что лучший рюкзак это тот который у вас есть как вы это подобие рюкзака я сейчас попробую сделать пять минут не дадите Алексей да конечно и так вам слово станка ну как уже было сказано станок достаточно простая но очень эффективная вот смотрите этот станок самодельный изготовленный умельцами самарского туризма а я покажу сейчас вам фабричный станок фирмы из очень известной фирмы называется Татонка ну и вот даже визуально видно что они между собой очень похожи просто здесь он делался из тех материалов которые были у человека под рукой пряжки вот эти скорее всего вытачивались на заводе по каким чертежам дуги как Дмитрий Геннадьевич сказал они были раскладушки но фабричный у рюкзака все фабричный он гораздо более жесткий чем он потому что даже взять его видно как у него детали ходят на стыках здесь все собрано на сварку поэтому он жестче все пряжки здесь самосбросанные достаточно хорошего пластика регулируется очень удобно спина по высоте то есть все это по ринципу то же самое что станок самодельный только сделан гораздо более удобно здесь смотрите широкий поясный ремень надевается рюкзак на спину естественно фиксируется ремнем трехщелевой клипсы и утяжки смотрите они достаточно удобные вот так он сидит на спине очень хорошо упирается пояс упираться пояс должен в верхнюю часть таза в кости вот в эти и тогда у вас получается груз который вы кладете на станок он распределяется наиболее правильным образом то есть можно купить фабричный можно изготовить самому ничего в этом сложного нет главное понимать схему то есть чтобы лямки были удобные и чтобы у вас был пояс идеально считается чтобы лямки были вот эти относительно свободны то есть вся основная нагрузка особенно передвижение по пересеченной местности она должна приходиться на нижнюю часть спины на таз и тогда у вас спина не будет уставать вы ее не сорвете и будете эффективно перемещаться пока вот я за кадром нахожусь я хочу сказать что недавно уже упомянутого нами Сан Саныча электрического есть опыт изготовления станка из полипропиленовых труб сделал он его по его словам где-то за час станок выдерживает 30 килограмм веса ну и из истории вот тоже интересный рюкзак доработанный рюкзак видите здесь пришита верхняя часть тубус или юбка еще ее называют немножко из другого материала то есть вот это пример того как люди творчески подходят к своему снаряжению подходили творчески к своему снаряжению основа получается те же самые трубки а потом взяли фабричный ермак его доработали то есть добавить вот эту вот часть и он получился по объему больше чем тот который было значительно и давайте я готов я спрашу давайте закончим тогда и потом еще у нас дальше будет ролики про фабричные рюкзаки для походов мы разберем те которые есть у нас в кабинете об уже оснащении съездят специальный магазин покажем сейчас современные рюкзаки которые продаются которые можно купить и покажем их вблизи вот этот сейчас современного рюкзака хоть это рюкзак и старый но уже у него принцип современ такие рюкзаки вы можете приобрести использовать походах в чем отличие хорошего рюкзака который есть широком ну в торговле и соответственно на широком распространенной широком рынке от плохого на что нужно обратить внимание в заключение чтобы так сказать практическую составляющую наш урок имел большую вот обратите внимание чтобы у него обязательно была вот эта вот как-то организована спина это может быть пластина но лучше если это будут рейки алюминиевые здесь еще не очень хорошо сделаны они не соединены а вообще по хорошему надо чтобы еще была поперечная рейка это называется спи-система то есть вот эта вот спина у рюкзака это основа а далее смотрите уже по своим потребностям то как вам нужно как у вас распределять груз чтобы у вас были возможности регулировать лямки по высоте это важно регулировать вот эту подушку под спину обязательно должен быть пояс у рюкзака качественного качественный потому что пояс это самое главное то что распределяет вашу нагрузку я два слова только ставлю дело в том что конструкция спины на самом деле это дело вкуса вот в одном из моих рюкзаков который шар мне очень понравилась идея из многослойного жесткого полиэтилена я говорю что это может быть пластина просто вот не было вот такого вот акцента спицы могут быть трубчатые могут быть пластины соединенные не соединенные их задача чтобы рюкзак сохранял конструкцию ну с любым наполнением вот и не менялся да 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 но это к тому что спина должна быть жесткой на это обратите внимание наличие карманов молний различие системы затяжки это все уже больше относится так же как к разрезу либо специальных каких-то вещей назначения ну каких-то своих функций которые имеет этот рюкзак либо к маркетингу поэтому будете когда выбираете рюкзак для похода для длительного обращайте внимание в первую очередь вообще карманы на рюкзаке это зло ну это да разные бывают подходы к этому насчет карманов это просто вторично я готов да конечно дайте я одену еще вот эту ну вот пока Алексей Викторович так увлекательно рассказывал я в общем-то изготовил по сути рюкзак да что это такое это мешок обычный да из подстроительного мусора ну да из подстроительного мусора у нас у него пришло снаряжение кстати говоря вот взяв веревку взяв веревку давайте просто раскроем вот чтобы она с углов не слетала тут есть маленькая хитрость в угол надо положить какой-то небольшой груз я сюда положил ну просто комок бечевки вот и после этого ну давайте я его заново просто сделаю на одну половину то есть что делается берем веревку отмеряем нужную длину привязываем в данном случае тут просто тупо прямой узел веревка жесткая и мы сейчас это кладем кладем все что нам надо в мешок так же как у вещмешка сидора делаем вот эту петлю тот же самый принцип собираем то же самое вместе затягиваем все и одеваем ну да у вас свободные руки понятное дело что веревка под каким-то грузом здесь вот будет некомфорт но это уже скажем дело наживное правильно это лечится ну а Алексей Викторович показал как без станка используется точно так же видите суррогатного рюкзака да транспортный ну да давайте я расскажу все таки интересная достаточно конструкция точнее ничего неинтересного мешок и мешок то есть это такой тубус сшитый из баннерной ткани ну по принципу обычного цилиндра у него есть крышка которая к сожалению на этом конкретном мешке оторвалась а на этом видите она есть вот здесь была такая же точности крышка завязывается он сверху через обычную веревку что это за мешок это специальный транспортационный мешок который разработан для спелеологии у него есть лямки самый обычный они здесь регулируются что у него необычное это вот эта ручка и ручка вот эта вот так давайте покажем дело в том что в узких ходах иногда приходится рюкзак поправлять двигатель вот сейчас вот на себя либо туда либо сюда вот так прошел и поэтому транспортный мешок при всей простазии он должен допускать самые разные перемещения еще смотрите иногда бывает можно ползет допустим на боку ему нужно подцепить транспортный мешок тогда можно подцепить ногой тащить допустим в таком виде обязательно коснемся когда будем снимать кстати ролики в спортивном зале уже скоро это будет ролики по спелеологии да там и коснемся как раз снаряжения которое лежит в этом мешке да все покажем ну то есть наверное можно закончить ну первое как вы понимаете вопрос транспортировки тема не быстрая не маленькая мы сегодня постарались остановиться на истории и скажем так логике развития такой штуки как рюкзак следующая наша тема будет в этом разделе также система транспортировки но уже рюкзаки специальные фабричные рюкзаки да фабричные тактические не тактические сначала мы сделаем ролик про фабричные рюкзаки для экспедиции то есть разберем как раз вот этот вопрос который уже коснулись в плане того что как выбрать рюкзак себе для того чтобы сходить в поход да не делать допустим вещь в мешок нет вы наверное понимаете коллеги уважаемые зрители что вот это суррогат не для путешествий да это вещь от безысходности кстати говоря был у нас эпизод когда вот так пришлось сделать рюкзак в кавычках из спальника вышел полностью из строя рюкзак у одного товарища и хотя и не очень много там несколько километров но все свои шмотки он переносил в спальники которые связал вот таким вот образом вместо рюкзака ну да и третий пока ролик ну если может быть их будет больше если у нас пойдет это все в гору в плане с рюкзаками он будет сделан про рюкзаки тактические специальные военные то есть рюкзаки не рассчитанные на длительную автономку а это и не для широкого пользователя это скорее будет рюкзак для человека который выполняет какую-то задачу велосипедные рюкзаки можно тоже будет к этому отнести который возит велосипедиста за спиной и мы еще раз посмотрим трансы мы разживемся я думаю современными трансами я думаю кстати говоря тоже в качестве заключения вот начиная с дуги уже известного пяти с половиной тысяч лет назад жившего Эцеля рюкзаки дошли сейчас конечно до феноменальных высот по сути не изменившись сейчас это по сути такая же рама похожий объем но туда уже привешивают солнечные батареи джипс датчики пауэрбэнки не приделали за пять с половиной лет только одно ноги мотор и колесики нет это тоже были варианты кстати интересная штука это так называемый военный экзоскелет вы видели это когда при помощи приводов делаются дополнительные подвесы ноги и вот тогда человек может носить грузы до 200 кг больше на протяжении нескольких дней это очень интересно может быть вот это новое слово в рюкзаках а так по сути кроме материала и то оно еще не сказано да и то оно не сказано в этом слове угаданы только буквы но слово еще не названо полностью но получается что за пять с половиной тысяч лет человечество придумало только новые материалы задачи остались прежними и решения в общем-то пока те же самые а ваша задача выбрать тот вариант который устраивает лично вас по всем параметрам как это сделать для длительных экспедиций мы будем говорить и как укладывать рюкзак поговорить понятно сначала выбрать потом все на этом с вами прощаемся до свидания всего доброго до свидания